Германия формирует новое правительство, а канцлер Ангела Меркель уходит в отставку. Политолог Казанского университета рассказал, как результаты парламентских выборов повлияют на русско-немецкие отношения. 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, изменившие расстановку сил на политической карте страны. Впервые с 2005 года Христианско-демократический союз, возглавлявший правительство, уступил в гонке социал-демократической партии. Победа по-демократической партии в Германии не является очевидным фактом. Для того, чтобы сформировать правительство, в Германии нужно иметь 50% голосов. Для того, чтобы правительство было легкимным, нужно образовать альянс какой-то другой партии. В данном случае мы, скорее всего, будем наблюдать движение больших партий. Это опять СДПГ и ХДС, как это было и раньше. Только разница будет состоять в том, что СДПГ будет основной силой, а ХДС как-то идет дополнение. 16 лет назад канцлером Германии стала железная фрау Ангела Меркель. При ней был запущен газопровод «Северный поток», пересекающий Балтийское море и обеспечивающий Европу российским энергоресурсом. Новому лидеру предстоит сохранить не только существующие договоренности, но и возглавить еще более масштабный «Северный поток-2». Северный поток-1 и Северный поток-2 для российской экономики – это возможность не зависеть от желаний, претензий, а иногда и прямого шантажа нескольких стран-транзитеров, через которые проходили газопроводы, построенные еще при Советском Союзе. Я имею в виду в первую очередь Украину и Польшу. Технически северные потоки могли бы быть не построены, и при этом объемы прокачки газа могли сохраняться теми же самыми, что и ранее. Но сейчас, при наличии этих потоков, Россия имеет возможность оперативно маневрировать маршрутами транспортировки газа. Возможными преемниками Меркель названы Армин Лошетт, Олаф Шольц, Энна Лена Бербак. Однако не все из них заинтересованы сохранить хорошие отношения с Россией, считает политолог Роман Тиньковцев. Одна единственная партия, которая очень резко выступала против северного потока, это партия зеленых. На эти партии имеет смысл обратить внимание, потому что вообще эта партия имеет очень агрессивную риторику в отношении российской политики. Она имеет такую же агрессивную риторику в отношении Китая, осуждая нарушение прав человека, осуждая нарушение экологических норм и так далее. Что касается двух больших партий, то, скорее всего, мы здесь будем видеть продолжение диалога и развитие приоритетных направлений сотрудничества, таких как и в северный поток. Лидер, победивший социал-демократической партии Олаф Шольц, заявил, что собирается создать коалицию с зелеными и либералами. Будущий канцлер будет выбран большинством голосов нового парламента. А это значит, что русско-немецким отношениям еще предстоит проверка на прочность. В целом, объем, качество наших взаимоотношений кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я хочу выразить надежду на то, что после выборов, после смены правительства эта тенденция будет сохранена. Ариатна Кугушева, Универньюз.